ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сейчас не было бы споров, кто открыл Америку. И Христофор Колумб, и викинги, и древние японцы не могли бы ни на что претендовать. Потому что фотолюбитель VII века, который затесался бы в экспедицию, снял бы великого землепроходца, оставшегося неизвестным из скромности, в тот исторический момент, когда, конечно, он, наш соотечественник, а никто другой, открывал Америку на нашу голову. Предки даже не подозревали, как скверно жить без фотографии. Рыцари, ускакивая в крестовые походы, были начисто лишены возможности спрятать под латы изображения прекрасных дам. А теперь для командировочного. Разве это проблемы? Современники Ивана Грозного, например, не могли держать на писемном столе фотографию своего монарха. Ее просто не существовало. И сегодня скульптор вынужден был раскопать могилу, вынуть оттуда череп и с большим трудом воссоздать по нему портрет Ивана Васильевича. Причем, современники скульптора утверждают, что портрет чертовски похож. А была бы при Грозном фотография. Царь вызвал бы к себе фотографа. Тот бы его снял, заплатив за это жизнью. Зато подлинный снимок самодержца украшал бы школьные учебники. До появления фотографии жить было дорого. Насколько дороже было платить за портрет какому-нибудь Леонардо да Винчи, Рембрандту или Кипрянскому, чем сегодня, по сходной цене, заказать свое родное лицо размером 18 на 24. Из фотографии возникли кино, телевидение и современная живопись. Но если художники далеко ушли от фотографов, то фотографы вплотную приблизились к художникам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В поисках выхода из планово-финансового тупика коллектив монолитно молчал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Турганос! А я, например, приведусь сниматься всю свою семью. О! Боюсь, что прогрессивка, которую мы получим за выполнение плана, вряд ли окупит расходы по нашим снимкам. А мы не думаем о личной выгоде. Мы находим это предложение очень перспективным. Впрочем, вас, Лидия Сергеевна, никто не заставляет. Вы можете и не сниматься. Снимитесь, Лидия Сергеевна. Будет хоть одна фотография, на которую приятно смотреть. Начнем с того, что снимемся все вместе. О, правильно! Это предложение было поддержано с удовольствием. Сотрудники относились друг к другу с симпатией. Коллектив не раздирали противоречия, а наоборот подпирала дружба. Так, так, так. Хорошо. Хорошо. Ну-с. Внимание. Товарищи, одну минутку не расходитесь. Товарищи, нужно, чтобы кто-нибудь у нас собирал членские взносы в кассу взаимопомощи. Есть же Петю. Петю надо освободить. Он слишком мягок для этой работы. А потом он не пользуется никаким у нас авторитетом. Кого предлагаете? Кирилл Иванович, я предлагаю кандидатуру Владимира Антоновича, который сегодня так отличился. Ага. Товарищи. Я очень тронут, но у меня самоотвод. Причины? Во-первых, я не справлюсь. Я растрачу. И меня просто посадят в тюрьму. Голосуем, товарищи. Голосуем, товарищи. Можно взять любого. И в следующий раз не будешь высовываться, старик. Петя, отдай крючок местного московского сейфа. Пожалуйста. Кстати, ведомость возьми. Конечно, для меня это большая честь. И поскольку я обречен, люди, гоните деньги. Куда же вы? Люди. Петя. Юра. Ну что? Ну что это? Лидия Сергеевна, ну, пожалейте меня хоть вы. Да что ж, Володя. Лидия Сергеевна, вы злостная неплательщица. Вы посмотрите. Ну вот, вот, вот. Человек получил должность и сразу испортился. Вам надо жениться, Володя. С удовольствием, но не на кому. В нашем городе я, несомненно, выбрал бы вас. Но, к сожалению, вы уже замужем. Да, но и вы не свободны. Заплатьте. Алифтин Васильевна, во что вы меня втравили? А что такое? Оказывайте пример тогда. Володя, у меня сейчас нет денег. Займите. Да у кого занять-то? У меня, в конце концов. Кстати, и сам вынесу. Кирилл Иванович, извините, я взносы в сейф положу. Хорошо. Все сотрудники фотографии, кроме Лидии Сергеевны, отступили под Нальскоморешникова, который потратил на сборы полный рабочий день. Впутался я в это дело. Морокко. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ребята, извините, я понимаю, что это бестактно, но мне сегодня очень нужно остаться здесь одному. Это секрет. А доцелуетесь вы завтра. До свидания. 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 Пришел. Пришел. Крик. Ох, здравствуй. Здравствуйте. Ты садись. Спасибо. Ну что же. Звать меня Иван Степанович. Фамилия моя Калачев. Как тебя? Аля. Алифтина. А вы пейте, пейте чай-то. Ты в фотографии работаешь? Да. Приемщицей. Это ничего. У нас любой труд почетен. Варенье у тебя вкусное. Ой, она у нас замечательно готовит. Вот вы в следующий раз придете, она вам яблочный пирог испечет. А я уж не знаю, когда я ее выберусь. А почему же это? Да ведь работа у меня беспокойная. Я ведь директор автобазы. Ага. Че от тебя засиделся? Ну пора мне. Спасибо за чаек. Убирайся отсюда, чтоб ноги твоей здесь больше не было. И не будет. Не беспокойтесь. Из-за тебя никогда дочь замуж не выйдет. А ну-ка, пойди проводи его. Да не пойду я, мама. А у меня нет больше сил женихов выискивать. Я вас провожу. Валяй. Отец у тебя горластый. Из военных что ли? В отставке. Много себе позволяет. А ему это сватовство противно. А тебе? И мне тоже. А что же вышел провожать? Мать велела. Ну как я тебе? Понравился? Да человек, вы не симпатичный. Ну ты тоже не подарок. А зачем вам жениться в таком возрасте? Домработница что ли нужна? А на другой ты негодист. Вот вы, Иван Степанович, думаете, некрасивая я. Да ведь это все не так. Просто у меня денег не хватает. Вот если бы я могла купить себе туфли на шпильке, ажурные челки, костюм, джерси, белое модное пальто. Да меня любой бы в жены взял, и не ходила бы я с таким охламоном, как вы. Пожалуйста. Здравствуй, Оля, это я. Добрый вечер. Что так поздно? Так сейф грабил. И много наградов. Чепуха, 20 рублей. Слушай, Оля, дай мне, пожалуйста, облигацию этого трехпроцентного займа. Пожалуйста. У меня рука счастливая. Вот этот номер выиграет 10 тысяч. А я не сомневаюсь, иначе не покупал бы. Оля, скажи, как ты ко мне относишься? Дурак ты. Люблю. Ну, я сам люблю, это понятно. Но вот что тебе во мне нравится? Ну, как что? Ты симпатичный. Это верно. Но я толстый. Ничего подобного. Нет, ты посмотри, какое у меня лицо. Очень доброе лицо. Это правильно. Но я старше тебя. Муж должен быть старше жены. Что с тобой? Ты что, передумал, что ли? Нет, ну, как я могу передумать? Я не хочу, чтобы ты потом жалела. Ты ведь такая красивая. Музыка. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Директор сдержал угрозу и привел сниматься всю свою семью, которая насчитывала ни много ни мало 16 душ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуй, Оля. Вы зачем пришли? Фотографироваться. А что, в городе другой фотографии нет, что ли? Ваш самый лучший. Как тебе изобразили. Вы что, с цветком будете сниматься? Ну ладно, не изви. Цветок тебе. А зимой они, знаешь, какие дорогие. А с чего это вы расщедрились? Ты это, пойми, Левтина. Я тут всю ночь не спал, все думал, взвешивал. Более подходящей жены мне не найти. Я сам-то уж не молодой, малопривлекательный. Вот, живот растет, а на голове все наоборот. Вот, так что мы с тобой два сапога пара. Изменять я тебе не буду. Ты мне тоже не будешь, кто на тебя польстится. Так? Это как же понять? Это вы мне что, в любви изъясняете, что ли? А что я сказал? Я ничего такого и не сказал. Любить я тебя буду, и получку обещают давать все до копейки. Другая за меня не пойдет. Иван Степанович, я хочу выйти замуж. Очень хочу. Если хотите знать, про это все время думаю. Ну, и чего? Ну, лучше умереть старой девой, чем жить с человеком, который тебя унижает. Ну, чего ты кипятишься-то? Я к тебе с открытой душой. Характер мне твой нравится. Ты такая, это, прямолинейная. А я, видишь ли, вдовец. Мне ведь без хозяйки нельзя. Слушай, я возьму два билета в кино, пойдем, сходим, а чего? По рукам. Владимир Антонович, тут гражданин пришел фотографироваться. Займитесь им, пожалуйста. Вы знаете, пожалуй, мы сделаем композицию мужчины и роза. Нет, это не надо. Почему? Нет, вы уж, пожалуйста, доверьтесь художнику. Ни в коем разе. Уж кама-камама художнику доверять нельзя. Ты давай без фокусов, без астракций. Тогда смотрите прямо сюда. В объектив. Валерий, извините. Дай три рубля. Петь, я знаю, что ты человек бедный, и поэтому всегда возвращаешь долги. Приготовьтесь. Я бы тебе с удовольствием дал, но у меня просто нет денег. Снимаю. Слушай, отдавайте мне трешку из кассы взаимопомощи. Так, в официальном порядке. Володя, пойдите сюда. Сейчас. Я уже давно их потратил. Вы свободны. Бог, Бог, Бог подаст. Володя, открывайте свой сундук и тащите деньги. Это зачем же? Нужны для мероприятия. Да вы что, сговорили, что ли? Я эти деньги одолжил. Первый. Как так? А вот так. Прошу. Пожалуйста. Расписка, подпись, печать. Ну, что ж нам делать, Володя? Мы всегда так весело провожаем старый год. Это же наш традитор. Милый мой, но если бы я знал, что для такого святого дела, как Междусобойчик, я бы никогда не потратил. Ты понимаешь? А так все равно пролежали бы никому. А на что вы их потратили, Володя? Ну, облигацию я купил. Мне очень 400 рублей надо. А почему именно 400? Ну, надо. Хочу купить фотоаппарат. Ты, пожалуйста, отдай в лабораторию. Я вот не понимаю, чего вы волнуетесь? Завтра я выигрываю, что совершенно естественно, и кидаю двадцатку в сундук. Это антиобщественный поступок, Володя. Коллектив вам доверил деньги, а вы их истратили на себя. Я не понимаю, что она волнуется. Ну, хорошо. Завтра я не выигрываю, что совершенно неестественно, и возвращаю деньги в кассу взаимной выручки любви, уважения. Ты хоть куш там отхвати побольше. О чем ты беспокоишься? О чем ты беспокоишься? О чем ты беспокоишься? Зиопа, я ёлку достала и твою любимую воблу Когда Клидия Сергеевна вернулась в сознание, она заметила, что вор действовал странно Женскими вещами жулик явно побрезговал, очевидно, он был женоненавистником Более того, вор оставил записку Субтитры создавал DimaTorzok Слушай, Оля, все большие художники оставляли потомкам портреты своих любимых Сядь сюда, я тебя буду фотографировать Нет, нет, не так Чуть-чуть левее Оля, только, пожалуйста, не смотри на меня так А я не могу по-другому, ты неотразим Но ты же отвлекаешь меня от искусства Впрочем, верно, искусством я могу заняться и в следующий раз А как же портрет? Отверни аппарат, он на нас смотрит Разыгрывается выигрыш в 10 тысяч рублей Выигрыш выпал на облигацию серии 48 тысяч 206 Номер 42 На остальные 49 номеров облигации этой серии Выпали выигрыши по 40 рублей Подождите! Я здесь! Вот это! Вот это! Облигация! О! 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 Дорогие товарищи! Крупный выигрыш Пол на облигацию Которая принадлежит жителю нашего города Скромному труженику Фотографу Орешникову Поприветствуем его! Разыгрывается следующий выигрыш Стойте! В чем дело? Прекратите! А как же это со мной? Что с вами? Ну я же жду Чего? Чего вы ждете? Денеги Уважаемый товарищ, я понимаю, что радость переполняет вас Мы искренне разделяем ваши чувства Я понимаю Вы можете получить ваш выигрыш в сберегательной кассе Ура! Да! Разыгрывается следующий выигрыш Разыгрывается следующий выигрыш Товарищи! Товарищи! А это председатель нашего мескома Славная женщина Поприветствуем и ее тоже Алифтина Васильевна Вот та самая облигация Помните? Сапало И это с этим Это человек просто мешает проводить мероприятия Можно вас на минуточку? Пожалуйста Выведите этого человека И доставьте туда, куда ему нужно А то этого чудака просто отнимут облигацию Товарищи! Разыгрывается следующий выигрыш Граждане, попрошу занять свои места Верните ему облигацию Пиша вы какая Прошу вас, пройдемте Товарищи! Товарищи! Друзья мои! В этот радостный для всех день, чтобы пары обволакивающие, так сказать Не думавшим, вы понимаете Хотелось бы много слов Сраните деньги в сберегательной кассе Приобретайте облигации трехпроцентного займа Страхуйте свою жизнь Вовремя подвинуть членские взносы Куда прикажете сопровождать? В фотографии, современник Сейчас рабочий день ничего не кончился Меня только вечерний тираж отпустили Ха-ха-ха! Эй! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вы начальник? Я? Вот А что он натворил? Такое, что вам и не снилось Вручаю вам его со всем его содержимым в целости и сохранности Кирилл Иванович Я Десять тысяч Выиграл Ну что, я вбегаю в этот зал Полный зал народа Орешников стоит на сцене И размахивает какой-то облигацией Я думаю, что такое А ему все хлопают, а на табло десять тысяч Друзья мои Прошу вас, поздравьте меня Я выиграл десять тысяч Володя, я вас Поздравляю Мадонна Я почти миллионер Ха-ха-ха! Вы ее тоже можете поздравить Выгнала мужа к черту Полное ничтожество и скандалистов Поверьте, если бы я был вашим мужем, я бы никогда не скандалил Вы душенька Кстати, вам пора кончать с холостой жизнью Ваши шансы возросли Лидия Сергеевна, прошу вас, не играйте с огнем А я не боюсь Обжечься И вообще, нам необходимо отметить ваш выигрыш С удовольствием Это можно сделать за меня Я запишу вам адрес Петя, ты слышал, я десять тысяч выиграл Просто совершенно ошарашен Даже не знаю, что купить Ну, во-первых, я очень рад за тебя Во-вторых, я уже все посчитал Садись Садись На эти деньги Ты можешь купить 3484,5 литра И у тебя еще остается 92 копейки на закусь Если ты будешь пить по литру в день По литру? Знаешь, на сколько хватит? На пять лет Грандиозно А если еще сдать посуду, так... Оля! Оля, угадай Угадай, что со мной случилось Ну, как я могу угадать? Я подскажу тебе Помнишь, я у тебя купил облигацию И попросил подобрать счастливый номер Ну? Сегодня разыгрывался тираж И ты выиграл 40 рублей Больше Сто? Больше Пятьсот Тысяч Больше Ты выиграл две с половиной тысячи Оля, больше Пять Прошу тебя, не мелочись Неужели ты выиграл? Как одну копейку Какой ужас Ты что? Я же не проиграл, я выиграл Я знаю, как надо жить Конечно, не в деньгах счастье Но без денег плохо Мне до сих пор не везло Понимаешь, просто не везло Но с этим покончено Мы переезжаем в Москву Кстати Ты умеешь машину водить? Нет Ничего, научишься А с квартиры знаешь, как надо сделать? Сразу взять двухкомнатную Извините Кооперативную Сразу внести все деньги Чтоб на даме ничего не висело Не мучило нас А сейчас, Оля Мы начнем с тобой Швырять деньги Правда у меня пока еще нет Но это ровным счетом Не имеет никакого значения Так Рассчитаем Прикинем Посмотрим Это будет вроде генеральная репетиция Оля Ну-ка повернись Пальтишка-то у тебя неказистая А ну зайдем сюда Скажите У вас есть что-нибудь приличное? Мне для жены шубы надо Норочка есть Пожалуйста А ну Примерь Пройдите сюда Пожалуйста Ой Какая прелесть Очень Сколько стоит? Две девятьсот Это что же по старому или по новому? По новому Двадцать девять тысяч за водяную крысу Это по меньшей мере бестактно Водяная крыса это одно А норка это другое Да, это конечно нам дорого Погодите, погодите Куда же вы? А это Сколько? Тысяча четыреста За овцу? А по нормальной цене у вас есть что-нибудь? Есть Найлоновая цигейка Эта дрянь задаром не нужна Слушай, Оля, а зачем нам вообще шубы? Прошу Ты мне и так нравишься И это называется новогодняя торговля Смешно Может быть мебель посмотрим? Не хочу Правильно Зачем нам мебель? Что мы, мещане какие что ли? Давай апельсины вкупим Почем килограмм? Апельсины продаются в наборе То есть как в наборе? Вот так вот, восемь шестьдесят Зачем мне эта статуэтка? Поставьте, гражданин Грабеж Дайте, пожалуйста, с кемом Извините Оля, ты куда? Что с тобой? А ты мне не нравишься Да ты не обижайся Я не жадный, я просто хозяйственный А я больше тебя видеть не хочу Да ты что? Ты думаешь мне нужна эта проклятая облигация? Вот Пропади она пропадом Оля! Извините Не такая уж ты и красавица Можно здесь? Да, пожалуйста Орешников никогда не видел мужа Лидии Сергеевны, а муж Лидии Сергеевны ни разу не встречал Орешникова Каждому из них было чем поделиться с незнакомым человеком, с которым делиться значительно легче, чем со знакомым От жены ушел Вроде бы хорошо Вот только приходится есть эти кошмарные сардельки А что ж, жена вкусно готовила? Да, то есть нет, я сам готовил А я свою сегодня шубу хотел купить Так понимаете? И подавай норковую А моя вовремя домой никогда не приходила Шлялась неизвестно где На днях заявляется поздно Но я естественно поинтересовался, почему опоздала Она так нагло наврала, ходила по парикмахерским Ужас, ужас А я своей сегодня из кино хотел купить Все они такие Нет, нет, мне жена нужна такая, чтоб я шел по улице, а все оглядывались бы А я наоборот Приспочел бы Женщина тихая, скромная Черт с ней, пусть даже не красивая Ну что вы сегодня вечером делаете? Ах Знаете, у меня одна знакомая есть Очаровательная женщина Кстати, мужа выгнала Он ее ничторство скандалист Тоже бывает Адрес имеется Если хотите, пожалуйста, пойдем с удовольствием Только, наверное, надо вина купить Это можно И Орешников повел нового приятеля к его бывшей жене О чем тот пока не догадывался Первое смутное беспокойство закралось в его тоскующую душу Когда они оказались на улице, с которой он вчера увозил мебель Когда они подошли к дому, где он был прописан, беспокойство усилилось Хотя в доме было три подъезда Они вошли в тот самый подъезд Бывший муж все еще надеялся, что они поднимутся на другой этаж Надежда рухнула Однако на лестничную площадку выходило четыре квартиры Несчастный ждал чуда Но чуда не произошло Погоди Ты не ошибся Тогда звони Здравствуйте Здравствуйте, Володя, добрый вечер Здравствуйте, Лидия Сергеевна Извините, что так поздно Я к вам с приятелем знакомиться Пожалуйста Кто это? Кто этот Володя? И почему он к тебе, Лида, по ночам приятелей водит? Колоссально Нет, погоди Только не надо цены на лестничной площадке Идите Оба Может быть мы присядем Постоишь Это моя мебель, я твоего ничего не взял Ты не увиливай Ты скажи, кто это такой? Я сослуживец Ваше имя отчество Не твое дело Ну хорошо, родной мой Я тебя не родной Я уж не знаю, как вас называть Вы понимаете, я сегодня выиграл 10 тысяч Ну и хотел отметить, Лидия Сергеевна За компанию вас пригласил Так, ты 10 тысяч выиграл И за порцию я платил Что ты орешь, где ты находишься? Дома Я нахожусь в том доме, из которого ты меня выгнала За то, что я ничтожество и скандалист, как мне сказал твой хакаль Я настаиваю, я не хахаль, я сослуживец Это все равно Но если у вас нет никакой разницы, что хакать Солчи! В каком тоне ты разговариваешь? А в каком тоне ты со мной разговариваешь? В каком тоне прикажешь с тобой? Вы не сослуживец, вы не хахаль Вы сплетник, Володя Я в последний раз спрашиваю, зачем ты сюда приперся? А я тебе в последний раз говорю Я 10 тысяч выиграл Слышал Хотел себе... Слышал Так логи-то где у тебя? Если у меня с ней было бы свидание Зачем ты-то мне нужен? Ну зачем бы я тебя сюда приволок? Да, пожалуй, верно Лечиться надо Надо Лучше бы извинился перед ней Пойду я Погоди Давай выпьем Давай Помириться тебе надо с ней Хорошая женщина Спасибо Где ты лучше найдешь? Лучше я нет А у меня тоже жизнь не складывается Ну, 10 тысяч выиграл Ах Я устал Устал снимать для паспортов сезонных билетов И я не знаю, что я не знаю Я хочу снимать поток жизни Мне бы в огонек ВПН Так снимай, кто тебе мешает? Я прославиться хочу Да прославляйся ты Ты не понимаешь, я ничто Я нуль Вот это верно Скажи Ну, зачем ты Все-таки К ней приходил? Понимаешь, я 10 тысяч выиграл? Лидия Сергеевна Лидия Сергеевна хотела отомстить Орешникову Она придумала такое, что может придумать только современная женщина Она не собиралась убивать его кинжалом, травить ядом, подсылать дуэлянтов Нет, ее месть была в духе времени Алевсина Васильевна, я пришла к вам как председатель месткома Переходим ко второму вопросу повестки дня Слово предоставляется Кириллу Ивановичу Дорогие друзья У нас учет, вывеску для чего повесили, а мне плевать, я снимался, отдайте карточки Минуточку Кирилл Иванович, там какой-то бандит явился за фотографиями Ну что, разберемся Олевсина Васильевна, это ваша девочка, разберитесь там в чем Слушай, что у тебя тут за порядки? Не достучаться к вам! А у нас учет! Учет, не похоже! Я за фотографиями явился, ну и на тебя посмотреть тоже заодно Давайте квитанцию Держи Пожалуйста Все? Ну дай рассмотреть-то, может халтуру подсовываешь Ничего, афогенично ехать Может быть вы дома полюбуетесь, мне некогда Ладно, грубите-то, может я тебе хочу подарить фотографию с подписью Я вам говорю, что в другой раз Я даже согласна с вами встретиться сегодня вечером, например Так ручка-то Ну и что вы на меня уставили? О, в чем дело Соревнования, ну что, это хорошо, это правильно Второй вопрос Персонал А кто такой Орешников? Фотограф А что натворил? Что надо, то и натворил, вы нам мешаете, товарищ Вы получили фотографии, претензий нет, ну не задерживайте нас, пожалуйста Ты кто такая есть? Товарищ, вы знаете, вы не безобразничаете и уходите отсюда, а то и милицию позовем Ну вот что, дайте мне жалобную книгу И еще вы какие Ну знаете, когда закрыто, книгу жалоб не дай, а ну-ка давай Руки, руки, я прошу, руки! Это что? А в рабочее время можно устраивать собрание? Вы меня не знаете, я вот такое устрою Вы нас не пугайте Только ладно, понятно Я тебя знаю, ты меня фотографировал Ну как, понравились фотографии? Ну, блин Слушай, а кому шьют дело? Мне Чего? Я десять тысяч выиграл, а ему обидно Что, деньги хотят отобрать, а ты нет, давай Я не собираюсь В чем дело, гражданин? Дело в том, что я хочу участвовать в собрании, я тоже член профсоюзов Невозможно Чего? Это внутреннее дело нашего коллектива А у профсоюзов нет секретов утруящихся А? Все, ты кто такой, директор? Директор, а дальше А почему правильно? Пусть товарищи с нами Ишь вы какой, Владимир Антонович! Глупости говорите! Алифтина! Помолчи Где тут у вас собрание-то? Проводи-ка меня Пожалуйста, прошу Ну вот так Здравствуйте Нет, вы уж Вы сядете со мной Ты не бойся Я тебя в обиды не дам Их нельзя оставлять наедине Лидия Сергеевна, подождите А чего ждать, чтобы они сговорились? Ну что, все в сборе? Начинайте Дорогие товарищи Мы живем в такое прекрасное время Когда весь наш город Как один человек Готовится достойно встретить Новый Год И вот Особенно недостойным Выглядит поступок одного из наших сотрудников Который Позорит наши ряды Это он про меня Угу Товарищи, в своем ярком и содержательном докладе Товарищ Полотенцев пригвоздил к позорному столбу тех Кто оскверняет мораль нашего общества Тех, кто... К тех... Попирает Одним словом, знает кошка, чье мясо съела Кошка? Это я Мы не позволим Не позволим АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот что, ребят Хватит валять дурака Я свой человек Я Левтинин жених Я, можно сказать, я люблю Хе Ну да Ну если он свой человек, то они будем церемониться Ты сам-то понимаешь, что наделал? Как тебе не стыдно? А что я такого сделал? Ну я же не виноват, что эта счастливая мысль пришла мне в голову А потом скажите, если бы я официально попросил у вас эти деньги, вы бы мне дали их? Ну, дали бы Володя, вам даже в голову не пришло, что не вы один, а все мы выиграли То есть как все, то есть как все, выиграл-то я Это на наши членские взносы Но я же их не украл, я расписку оставил, интересно Отдайте облигацию Не отдам Это наша облигация Ну почему же, моя? Мы отнимем, Володя? Товарищи, я должен всех предупредить, что я в детстве усиленно занимался этим боксом Что вы собираетесь делать? Взять облигацию Сильная баба Я окажу сопротивление Володя, вы рыцарь, и не посмеете обидеть женщин? За 10 тысяч посмею На глазах у всего коллектива А что же мне остается делать? Володя, у вас безвыходное положение Лазить по чужим карманам некрасиво, детей отучают с малолетства от этого Когда это в интересах общества, это совсем другое дело Володя, товарищи, она ограбит меня Осторожно Осторожно Пусть она пока тут полежит Почему? Спасибо вам А ты не торопись, Орешников Я еще не во всем разобрался, но кое-что уже начинаю понимать Рассаживайтесь, товарищи Кирилл Иванович, 10 детей Петя кругом в долгах Ире с Юрой квартира нужна Вы эгоист, Орешников Да, но ведь и я прав Раз такое безвыходное положение, может быть, давайте поровну разделим А мне другое предложение Давайте ничего не делить Устроим гигантский сабантуй Пропьем эти шальные деньги Зато потом будет что вспомнить То есть, как это так поровну Поровну Я получаю зарплату больше, чем, скажем, Олевтина Значит, мне причитается сумма побольше Красивые женщины всегда глупы Во всяком случае, так думают все некрасивые женщины И это служит им утешением Владимир Антонович, когда Вы собирали взносы, я у Вас одолжила Возьмите, пожалуйста Значит, Вы получаете больше меня, Лидочка Но Вы позабыли, что Вы уже 4 месяца не платили взносы И здесь Вашей доли нет За неуплату членских взносов я предлагаю исключить Лиду Сергеевну из членов кассы взаимопомощи Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно Нет, нет, это неправильно Надо делить на всех и обязательно поровну Так будет справедливо А мне другое предложение Ну хорошо, Вы не хотите с Абантой Давайте возьмем отпуск за свой счет Махнем на Кавказ, в горы, есть шашлыки, пить вино Будет что вспомнить Лидия Сергеевна, прошу покинуть помещение Не уходите, Лидия Сергеевна Альветия Васильевна, товарищ, что же Вы делаете-то? Вы лучше на себя поглядите Да Вы вообще один пытались все загробастать Мне стыдно об этом вспоминать Да, я был некрасив, как Вы некрасивы сейчас В трагическую минуту ненависть переродилась в любовь Иногда бывает наоборот Да Вот оказывается, какой перехиндей На общественные деньги спекулируешь А я-то наивный За него заступался Его тоже надо прижучить И исключить Ставлю на голосование Кто за? Кто против? Принято единогласно Подожди, подожди Товарищи, ну хорошо, Вы не хотите в Сабантуй Не хотите на Кавказ Ну давайте в складчину купим автобус Будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино Петя, Вы можете о чем-нибудь другом подумать? Нет Ну извини, старик Я хотел, чтобы всем было хорошо Все сочувствовали Орешникову, жалели его Но это была бесплатная жалость Ступай Не теряя времени, компаньоны отправились менять облигацию на живые деньги Ты учти, Левтина Я тебя не за деньги полюбил Ты и раньше мне приглянулась, когда не знал про этот выигрыш Я учитываю, только я Вас еще не полюбила Но меняю мнение о Вас уже в лучшую сторону Ты давай меняй побыстрее, тебе давно замуж пора Так ведь я теперь как приоденуть буду не хуже, чем Леди Сергеевна Я к тебе и в таком виде привык Литочка, Литочка, я возвратился, привез всю обстановку Милый мой, ну вкусный обед сварил, ну а ты плачешь Литочка, может ты недовольна моему возвращением? А почему ты сегодня так и рано явилась? Там у нас было собрание Как опять собрание? И поэтому ты так и рано пришла? Ты бы сначала подумала, прежде чем врать А меня исключили из кассы взаимной помощи И поэтому ты плачешь? Володя! Володя, это Вы? Я сейчас к Вам приду Эй, стой, стой! Эй, остановись, товарищ водитель! Товарищ водитель! Помогите мне срочно перевезти мебель Вон из того дома Девушка, вот эти вот, которых я привел, выиграли 10 тысяч Деньга тебе хватит? Ну, хорошо Ну так я Вам больше не нужен, я пойду Мы благодарим Вас Спасибо Спасибо Очень приятно было с Вами познакомиться А я к тебе сегодня вечером забегу Буду ждать Ты жди Откуда у Вас эта облигация? Мы ее купили Где? В вашей облигации Значит, Вы ее купили у меня Когда? Три дня назад Ваши паспорта Пожалуйста Значит так Облигацию мы пошли на экспертизу Может быть, она фальшивая Заодно проверим Ваши паспорта Может, они тоже не настоящие А тогда же нам прийти? Приходите завтра А во сколько? К вечеру Я закажу деньги И вооруженную охрану Спасибо Спасибо До свидания Вся эта история Мне кажется очень подозрительной Я так перед Вами виновата, Володя Это же и я все организовала Да что говорить об этом, Лидия Сергеевна Мы теперь с Вами друзья по несчастью Меня ведь тоже изгнали оттуда Простите меня Володя Я пришла Вам сделать предложение Какое, Лидия Сергеевна? Я хочу, чтобы Вы были моим мужем То есть, в каком смысле? В прямом Но Вы же замужем Разве это муж? Я бы с удовольствием Но я не могу У меня есть невеста Оля Дайте ей отставку Володя Я полюбила Вас Вы моя Последняя любовь Ради Вас я готова идти на любые жертвы Не надо Надо Надо, Володя Я буду мотаться по магазинам и рынкам Варить обед и мыть посуду Я буду чистить ботинки и стирать носки Натирать полы Я буду примерной женой Женитесь на мне, Володя Что Вы? Что Вы, Лидия Сергеевна? Да нет, нет Я категорически против У меня есть Оля Я собираюсь жениться И вообще Ну при чем тут Оля? Оля Оля неизвестно где А я близко Рядом Стоит только протянуть руки Что Вы делаете? Как же ты меня потом уважать не будешь? Буду Здесь живет Орешников? Здесь мой сосед А где он? У себя в комнате Мертвый? Мертвый? Нет, живой По-моему даже чересчур Спасибо Это все, что я хотела узнать Что случилось? Вот Ваш паспорт Неужели облигация поддельная? Нет, я думаю, что она настоящая Мне надо с Вами поговорить Пожалуйста, проходите Знаете что, давайте уничтожим этот натюрморт Спасибо, я не пью Вам с Морозу будет полезно Скажите, ведь эта облигация принадлежала Володе Володя А Вы что знаете о Володе? Знала А Вы знаете, что он выиграл 10 тысяч? Я о нем все знаю А-а-а Вы поссорились? Да Так давайте выпьем за то Чтоб Вы помирились Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 предприятием, перевыполнившим план. Товарищ, вы пейте с нами. Нет, нет, я на работе. Солорик, я думаю, что вы пустите. Друзья мои, от имени и по вручению, так сказать, я поздравляю вас с перевыполнением годового плана на 0,2%. Спасибо. Мы знаем, что эти 0,2% обошлись вам очень дорого. Но мы любим ваш коллектив за энтузиазм, самотверженность и так далее. Товарищи, за подарками ко мне. Ну, надо так надо, идите. Простите, а вы что же? Я из другой фотографии. Ну, уже Калачев, директор лучшей автобазы города. Прошу вас, пожалуйста. Угощите свет. Итак. Иди домой, обрадуй женку, ты получаешь четвертинку. О, нет! Портфеля нет. Этот Дед Мороз жулик. Вы поступили несправедливо, поэтому мы вынуждены совершить этот нехороший поступок. Володя! Володя! Здорово! Прости меня! Давно известно, что деньги портят человека. Но отсутствие денег портит его еще больше. Володя, ты гений! Я тебя обожаю! Зачем вы взяли все деньги? Да у меня не было времени отсчитывать! Вы не туда бежите, мы здесь! Боготворю тебя! Не надо! Возьмите сдачу! Э! Сколько здесь? То, что вам причитается! Пересчитать надо! Возьмите сдачу! Зачем же терять время? Они же убегут! Ну, никуда они не денутся! Никуда! Ну, может быть, кончим беготню? Сейчас мы передохнем и вас догоним! Подумать, а? А мы только что собирались принять их обратно! Теперь ни за что не примем! Ну, они же не знали, что вы собирались их принять! И потом скажите, зачем мы за ними бежим, если они взяли только две свои доли? А ведь Федя прав! Надо закончить собрание! Тогда я предлагаю всем проголосовать за! И прекратить беготню! Пока у меня нет инфаркта! Кто за то, что принять Володю Элитя Сергеевна обратно? Принято единогласно! Володя! 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 Зачем вы все это затеяли? Как вам не стыдно? Вы устроили этот грабеж именно тогда, когда вы все договорились принять вас обратно! Мы вам не верим! Это вы сейчас нарочно говорите! Знаешь что, Володя, мне сейчас очень хочется выпить, но с тобой это делать не буду. Наверное, это был не лучший поступок в моей жизни. Простите меня. Ура! 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 Кирилла Иванович! Раздайте! Ну что ж, приступим! 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 Ура! 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 Очевидно, я должен был еще раз извиниться перед ними. Все-таки они оказались лучше нас Володя, мы идем к тебе Нет, нет, я провожу вас домой Ко мне нельзя, потому что притащился мой рентгенол Кстати, заберите свою долю Пусть она останется у тебя В нашей семье всем распоряжаться будешь ты Ведь мы по жизни пойдем рядом Нет, порознь Володя Ты хочешь меня оставить? Я вас очень прошу, пожалуйста Отпустите меня к Коле Володя Я люблю тебя И буду за тебя бороться Любимый Выписывать? Да, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Заверните мне, пожалуйста, шубу 46 размер за 1000 рублей Что, без примерки будете брать? Уже примеряли Хватит Заверните мне, пожалуйста, шубу Обратите внимание на платье из белых кружев Сверху бесформенное, снизу суженное Тебе это очень идет, Аля Да, очень Лидия Сергеевна умрет от зависти Ну, ясно, помрет Лидия Сергеевна, надо собрать деньги на подарок, алифти Конечно Ой, какая она счастливая А где их взять, деньги-то? Ни у кого нет ни копейки Петя, неужели вы все деньги... Ну, почему все? Я костюм купил, ботинки купил, галстук, а на остальное отметили это дело Возьмем у Орешникова, искать, сажаем помощь Петя, позови-ка его Балуя Сейчас, одну минуточку Ну, приготовились Улыбайтесь, улыбайтесь Внимание Снимают Мы собираем на подарок, алифти Открывай свою лавочку А денег нет Я их потратил Честное слово Вот, посмотрите Купил облигацию Может быть, удача опять сделает Зигзаг Хе-хе-хе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok